А я хочу сейчас с вами поговорить. Вы так улыбались, когда слышали, что у вас нет таких проблем, да? Вообще, я очень не люблю ходить в магазины и что-либо покупать. Ну, что делать? Это ж надо. И делаю это только тогда, когда просто уже надо и перепирает. То есть, когда дырки уже, что ли? Ну, вы мужчина. Мне абсолютно все равно, как я одет в жизни. Ну, когда не надо идти на какой-нибудь прием или на какой-нибудь банкет. В основном, всю одежду, которую я покупаю, она профессиональная. Она, к сожалению, стоит очень дорого. И этого у меня очень много. А вот то, что касается... Ну, я как восточный мужчина, прежде всего, думаю, потому что всегда женщина должна быть одета очень богато у мужчины просто. Это его престиж, прежде всего. А мама навсегда позволяла себе любые капризы, да, при памятнике? Ну, старалась себе все позволять. Ну, настолько, насколько у нас тогда средства позволяли. Но, по крайней мере, внешний вид... Она работала педагогом. И, ну, так сказать, и три дня в неделю она обязательно посещала парикмахерские. Всегда делала прически, всегда за собой очень ухаживала. Я, например, ее никогда дома не видел в халате. Я не представляю, как мама бы вообще выглядела не одета. И просто, когда я уже стал взрослым, задавала ей вопросы, почему она это делала, она говорит, ну, как же, я же педагог, я же перед детьми появлялась. Я не могла себе позволить каждый день появиться в одном и том же. Надо было... Они же дети очень восприимчивы. Они очень наблюдают, как педагог одет, как он сидит, как он себя ведет. Потому как бы у меня пример перед глазами был наоборот. Очень, как сказать, шикарно одетая женщина и всегда за собой ухаживающая. Вот, Андрей, вот так вот. И еще одно мнение в пользу Гали. Все-таки я остаюсь в своей позиции. Я уже вот просто даже к Сергею думаю, сейчас обратиться-то не вообще вас. Ну, Елена, на себя мне всегда жалко потратить деньги, честно. Правда? Да. Ну, Сережа, покричать нас в конце концов. Елена и Николай. Да. В моих произведениях, ну, то, что мы говорили за три копейки. Ну, например, эта рубашка, которая валялась, да? Она же теперь... Многофункциональная, потому что мы ее отрезали. Здесь вырезали сантиметров, наверное, пять с каждой стороны. Можете носить в разных вариантах. Можете вот так ее... Ну, теперь это будет одежда от Зверева. Я буду хвастаться, что это ваша от Зверева. Кофточка вписалась в этот весь интерьер. Выражение лица, Сереж, какое должно быть? Выражение лица должно быть такое незатейливое. Ну, в общем, какое у меня ель. У меня забочное, незатейливое. Да, если же он как-то лучше. А что касается Николая, тут тоже все просторно вам будет, как бы так, просторно. Нравится? Я думаю, изощряться надо. Главное, вы когда идете, вы вот так вот потом делаете. У вас здесь разрезы есть. Вентилятор. Вообще, мне кажется, знаете, надо быть скромным, поэтому здесь очень даже все так в гамме. Ну, в общем-то, как всегда по будням, здесь мы третий программ «Сколько здесь женщин» и я, ее ведущая, Лена Яковлевна. Привет всем!